Вот так люди ходят, по газонам ходить неправильно, потому что все мы воспитаны и не приучены ходить по газонам. Вот ходим по поребрику, грубо говоря. Ходить в неприспособленных для прогулок местах люди вынуждены из-за перекрытого тротуара. Он отрезан забором и заставлен конструкциями, которые на Татищева соорудили еще к чемпионату мира по футболу. Но, похоже, праздник спорта уходить из города не спешит. Я вынуждена огибать, допустим, в пешем ходом, достаточно большое расстояние. То есть, ну, конечно, лучше бы либо что-то придумать, да, помимо того, что здесь есть, либо убрать то, что настроили. Не проехать, не пройти горожане в общей сложности не могут уже несколько месяцев. Готовясь к Мундиалю, организаторы закрыли движение в сторону центра еще в марте. Возобновить проезд должны были сразу после окончания игр, в конце июня. Однако, ВОЗ и ныне там. Это сооружение было установлено для безопасности во время чемпионата мира по футболу. В нем производился досмотр машин, которые направлялись на центральный стадион. Сейчас здесь проверять уже нечего, но, тем не менее, и конструкция, и ограждение по-прежнему стоят на месте и создают неудобства для горожан. Больше всего неудобств перекрытия доставляют водителям. Выехать из дворов и добраться, например, до улицы Ленина, до которой рукой подать – целая проблема. Неудобно ездить по прямой до центра. Очень долго объезжать через Бизбульвар, либо через… вокруг центрального стадиона. Но когда уберут сооружение, непонятно ни горожанам, ни местным охранникам. Неизвестно, когда будут убирать? Нет. А в связи с чем затянулось? Все вопросы в администрацию. Городские власти говорят, что тоже в тупике. Пока подрядчик не расчистит дорогу, не уберет конструкции, открыть проезд не получится. Но точных сроков в оргкомитете чемпионата не называют. Пока не можем ничего конкретного ответить, вынуждены взять паузу. Потому что мы в Москве, мы разбираемся с… у нас запрос идет в арену, да, арена в город. То есть это такая, к сожалению, не самая быстрая сейчас цепочка. Впрочем, сегодня дело, похоже, сдвинулось с мертвой точки. На участке появились рабочие, которые начали демонтировать сооружение. Сейчас вы что-то делаете? Снимаем камеры. Только камеры. А остальное тогда планируете? Денька у меня и вопрос. Поэтому горожанам придется запастись терпением. По словам рабочих, на снос ограждений уйдет не один день, если, конечно, он официально начался. Теперь движение Пататищева планируется запустить не раньше середины августа. Юлия Анашкина, Алексей Юдин. Главные новости Екатеринбурга.